Дорогие друзья, всем привет! Солнечного Цюриха, мартовского Цюриха. Листики ещё не распустились, цветочки некоторые вы уже видели. Ну а главная новость от 1 марта 2021 года то, что у нас открылись музеи и магазины. Полтора месяца назад всё это было закрыто, а сегодня пойду проверю. Первый музей, который я посещу, будет Second Hand. Да-да, Second Hand, потому что в основном экспонаты, для меня это почти экспонаты, имеют какую-то историю. Зачастую там можно встретить настоящие музейные экспонаты. Мы с вами там уже были разок, но можно туда ходить снова и снова, потому что экспозиция регулярно обновляется. И поедем мы в Second Hand на моём двухколёсном друге. С ним я вас тоже познакомлю. Поехали! Мой двухколёсный друг стоит в этом сарайчике, в котором только и должны находиться велосипеды. И вообще-то сарайчиком это не является, но посмотрите, что мы там сделали. Всё выглядит, конечно, не супер как, приглядно, но вот такие уж мы хозяйки. У нас тут несколько полок. Сделали нам их добрые люди. По идее, они не должны тут находиться, но поскольку у нас нет каких-то кладовок дома, и это тоже большая помощь, где можно поставить что-то типа чемоданов, коньков и ёлочных игрушек. Ну и велосипеды за дно. Хотя это помещение предназначено только для хранения велосипедов. Друзья, очень странное ощущение. Двери магазина и вправду открыты. Хотя я на интернет-странице и видела, что сегодня он открывается, но как-то до конца не верилось. Вот он и открыт. Пойдемте посмотрим, что там есть интересненького. Ранее я рассказывала вам уже об организации, которой принадлежит этот секонд-хенд. Сейчас смею повториться. Это благотворительная организация. Они помогают приезжим интегрироваться в Швейцарии, находят работу, достойное жилье, помогают детям выполнять домашние задания, преподают немецкий. В этой организации есть как служащие, так и волонтеры. Все, что продается в этом магазине, местные жители приносят сюда абсолютно бесплатно. Ну, конечно, есть разные причины, как и почему попадают сюда посуда, мебель и всевозможные, всевозможные предметы быта. Может быть, кто-то уходит жить в дом престарелых. Кто-то стал приверженцем минимализма и занимается расхламлением. Ну и вообще, в принципе, расхламление в Швейцарии это очень популярная тема. Или, если люди переезжают из одной квартиры в другую или из одного дома в другой, тоже это повод для того, чтобы избавиться от уже ненужных вещей. Ну, а такие любители, как я, находят в этом магазине зачастую необходимые вещи. И причём, такие предметы, которые в других местах днём с огнём не найдёшь. На полках здесь можно встретить фарфор именитых фабрик. Многочисленных немецких. Ваймар, Велерой и Бог, Фюрстенберг. Всего просто не перебрать. Английский фарфор, французский лимош, швейцарский фарфор. Иногда встречается российский, но редко. Ну и куда же без индийских слоников? Здесь вы встретите очень много сувениров, которые путешественники привезли из своих поездок. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, это взбивалка. для масла. Я даже попыталась покрутить заржавевшую ручку. Японский, китайский, тайландский фарфор, статуэтки и другие предметы. Швейцарцы тоже охотно приобретали, а теперь сдают в секрон-хенд. А это целый стеллаж с аппаратами для фондю и раклет, любых материалов и фасонов. Вот я и нашла, что искала. Гантели потяжелее. Легкие гантельки у меня есть. Такие маленькие у меня есть дома. И с собой я прихвачу еще килограммовую гантельку. Вернее, две. Вот такие две гантельки. Посмотрим, буду ли я активно заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В прошлый раз мы видели с вами здесь выставку-продажу рождественских и новогодних товаров. А теперь все украшено для Пасхи. Чего здесь только нет! Витрина с ювелирными украшениями иногда радует. Но бывает, что и не очень. Цены могут кусаться. Субтитры создавал DimaTorzok А это бисерная красота для любителей восточных танцев. А это бисерная красота для любителей восточных танцев. А это бисерная красота для любителей восточных танцев. А это уголок для рукодельниц. Швеи и другие искусницы могут найти здесь зачастую просто уникальные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, возможно, некоторым из вас интересно взглянуть, что же я такого очень нужного нашла в секонд-хенде для себя. Друзья, первый номер – это веер, шелковая ткань, она расписана очень тонко, красиво. Может быть, на видео вам кажется, что там полосочки какие-то нечистые, но это просто через тонкую ткань, тончайшую, просвечиваются деревянные части этого веера. Он маленький, изящный, и взять с собой в поездку его очень будет удобно. Да, если кому интересно, веер стоил полтора доллара. А еще мне понадобились вот эти три подставочки под яйца. Я надеюсь, что это будет удобно для яиц. Не знаю, у них такая форма, может быть, они декоративные, но надо будет проверить, пока что нет яиц дома. И этот изящный молочник фирмы Арцберг мне тоже понадобился. У меня есть подруга, которая собирает молочники, и я думаю, что это будет для нее прекрасным подарком. Моя давняя мечта – подстаканник советского производства, как в поезде. На нем цена стоит 3 с копейками, 3 рубля от чего-то там, 65 копеек. Стаканчик тоже есть, но я пью сейчас из него кофе, и поэтому снимаю просто один подстаканник. Он стоил здесь 8 франков. Я посмотрела по интернету, это немного дешевле, чем если бы покупать что-то подобное сейчас в России. Но очень давно я его хотела, и он сам пришел. Так что из России не придется такое тащить. Кстати, я часто встречаю в секонд-хентах товары из России. Один раз я купила абсолютно новый большой павлово-посадский платок. И часто хохлома встречается. Если это что-то маленькое и изящно расписанное, я беру с собой. Один раз я видела огромный набор хохломы, но мне ее столько не нужно, и ей пришлось остаться в секонд-хенде, ее купил кто-то другой. Мою коллекцию товаров, необходимых для видеосъемки, пополнила и такая сумочка. Приятный цвет такой грязно-розовый. В нее можно будет положить телефон, упаковать, и ему не грозит никакая вода. Когда я в Италии на водопаде снимала, я очень волновалась, чтобы не уронить воду случайно телефон. А теперь мне это не страшно. Что бывает очень непросто, это пройти мимо украшений. На этот раз мне попалась брошь со стразами но-нейм, но очень интересной формы. Продолговатые кристаллы, обычные, а внизу еще и заканчивается красивым синим цветом. Брошь игла от Сальваторе Феррагама. Сделана очень качественно, и стоила она сущие копейки, 3 франка, 3 доллара. Мне кажется, если покупать такую где-то в интернете, она может стоить от 10 до 50 долларов. Может быть, я выше, не знаю. И, естественно, не могу пройти никогда мимо натуральных камней. Это граненый горный хрусталь. Такая ниточка, она стоила 5 франков. Пригодится мне очень для моих поделок. Гантельки вы видели еще в магазине. Я их взяла, помыла и уже даже занималась. Посещая секонд-хенд, несметное количество времени можно провести в книжном отделе. Вот и на этот раз я там, наверное, проторчала часа два. Купила газету от июля 1939 года. Ну, просто было интересно посмотреть, о чем же там писали. И что я вижу? Объявление рекламное о поездке в Оросу, в которой мы с вами были в прошлом видео. Там пишут о том, что вокруг Оросы много ручьев, где плещется форель. Могут вас провести по альпийским вершинам и сделать экскурсию с рассказами о ботанике, минералогии, о грибах. Можете послушать курортный оркестр. И цена за ночь 7 франков, а за неделю 59 всё включено. Сейчас за 59 франков вы разве что можете переночевать в зале, в котором кроме вас ещё ночует человек 10. Объявление о продаже меха, драгоценностей, о том, что вам могут отремонтировать вашу картину, отреставрировать. Можете купить античные ковры или поучиться в автошколе. Ну и врачи себя, конечно, тоже не забыли. Прихватила я с собой и три книги. Всё о Швейцарии. Одна большая книга называется «Странная Швейцария», и в ней рассказывается о каких-то особенностях, о которых вы часто пишите. Также я взяла маленькую брошюрку, которая называется оригинально из Тюриха. Там говорится о людях, об интересных жителях Тюриха и о том, что же они такого интересненького сделали. И ещё одна красная книга называется «От Тюриха до Камчатки». В ней повествуется о швейцарцах, которые переехали в Российскую империю. Я надеюсь, что я смогу всё это прочитать в ближайшее время, законспектировать и самые интересные истории рассказать всем вам. За всё это книжное великолепие я заплатила всего 5 долларов. Ну, вы сами знаете, сколько стоят книги, и за такие бесценные книги это, конечно, сущие копейки. А эти кружева являются вишенкой на торте моих последних покупок. Это тончайшие, шедевральные кружева. Уже у меня стоит на них очередь. Мои подруги часто себе что-то шьют или на заказ, или сами, и уже есть желающие стать владельцами этих кружев. Так что я и сама их полюбила, я их постирала уже, поэтому, может быть, немножко... Нет, выглядят довольно прилично. Да, нужно будет разобраться, подумать, что из этого мне нужно самой, а что из этого я могу подарить. Вот такая красота. Средняя цена каждого. Это три воротничка. Одна вот такая ниточка метровая, и это платочек. Значит, в воротнички средняя цена была 10 франков за штуку. Это очень красивая, тонкая работа. Но, по моему мнению, сейчас что-либо подобное встретить очень сложно, а тем более за такую цену. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Это тоже одна из сторон жизни в Швейцарии. Пожалуйста, все, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, тем самым вы поможете продвижению канала. Я желаю всем счастья! До скорых встреч! Сайрам!